25 марта 2022 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, где члены этой организации не стали поддерживать идею Польши по отправке миротворческих сил на территорию Украины. До этого Россия уже предупреждала не раз НАТО о том, что отправка их войск на Украину даже под предлогом миротворческой миссии приведет к угрозе начала Третьей мировой войны. Однако, несмотря на запрет НАТО, поляки продолжают демонстрировать свой энтузиазм. Так, недавно на польских телеканалах была нарисована карта будущей территории Украины. На этой карте мы видим раздел территории Незалежной между четырьмя странами. Так, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Львовские области Западной Украины, по мнению поляков, должны отойти к Польше. С Закарпатья к Венгрии, а Черновицкая область к Румынии. Что насчет юго-восточных районов Украины от Харькова до Одессы, то эти территории, по мнению поляков, отойдут к России. В итоге, в состав Украины будут входить только северные и центральные районы. Таким образом, украинское государство полностью потеряет выход к Черному и Азовским морям. На первый взгляд, все это выглядит как фантазия польского руководства. Однако, еще 22 февраля 2022 года, Путин намекнул руководству Киева о том, что Россия покажет им, что значит настоящая декоммунизация Украины. И если Владимир Путин выполнит свое обещание, то Украина останется в тех границах, в каких она была еще до прихода советской власти. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале «Мир глазами философа». До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok